Уважаемые участники и гости Алматинского цифрового форума! Рад приветствовать вас на этом важном для нашей страны и всего региона событии. Форум стал первым международным мероприятием в Казахстане, проходящим в уже подзабытом оффлайн-режиме. Среди участников семь глав правительств – руководители Евразийской экономической комиссии и исполкома СНГ. В столь представительный состав показывает, какое важное значение приобрели вопросы цифрового развития в наших странах. Существует мнение, что пандемия, несмотря на ее очевидный негативный эффект на здоровье граждан и экономику, тем не менее стала мощным катализатором прогресса практически во всех технологических сферах. Серьезный импульс к развитию получила телемедицина. На новый уровень вышли облачные технологии. Стали широко востребованными сервисы электронного правительства и платформы для дистанционного обучения. В Казахстане, например, более 90% государственных услуг уже оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 миллионов людей получили поддержку государства посредством цифровых систем. Школы и вузы перешли на дистанционный онлайн-формат обучения. Свыше 15 миллионов человек в Казахстане являются пользователями беспроводного интернета. Мы прекрасно понимаем будущее за технологиями и инновациями. Конкуренция и динамика на этом направлении очень высокая. По оценкам аналитиков, в 2021 году рынок технических, технологических и программных решений, направленных только на развитие искусственного интеллекта, беспроводных сетей, компактных вычислительных систем, вырастет на 35% и составит примерно 12 миллиардов долларов. Уже к 2025 году технологии 5G позволят предприятиям проводить облачную обработку до 70% своих данных. В таких условиях нам необходима гармонизация подходов и общая координация деятельности в этой сфере. Казахстан определил развитие технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в качестве одного из ключевых приоритетов. Основной упор сделан на создании умной экосистемы принятия решений – Data-Driven Government, в возможности которой входит анализ большого массива отраслевых данных. Это позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения рисков, обеспечить максимальный эффект от проводимых реформ при минимальных негативных последствиях. В этих целях на базе Назарбаева университета совместно с Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта. Для эффективной обработки растущих объемов информации создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около 500 миллиардов тенге или более миллиарда долларов инвестиций. Конечно же, приглашаем наших партнеров по Союзу и региону к всестороннему сотрудничеству. Кроме того, в текущем году в налоговой сфере начинаем внедрение технологии блокчейн. Отрадно, что налоговые органы Казахстана наладили эффективное взаимодействие со своими российскими коллегами по всем вопросам цифровизации. Цифровизация затронет и национальную систему распределения лекарственных средств. Будет обеспечено юридическое признание всех базовых документов в электронном формате. Усовершенствована защита персональных данных. Государственные сервисы будут развиваться не только в сторону увеличения охвата и доступности услуг, но и проактивности и композитности, то есть единовременного решения конкретных проблем граждан в различных жизненных ситуациях. Эффективность наших интеграционных инициатив в значительной степени зависит от совместимости национальных информационных систем и возможности бесшовного перетока цифровой информации между членами Евразийского экономического союза и их соседями. Однако интеграционные процессы в рамках нашего экономического союза нуждаются в дополнительном развитии. Здесь важна слаженная работа правительств и комиссий. Следует признать, что растущие цифровые возможности накладывают и ответственность за их разумные применения. Авторитетные эксперты много говорят о необходимости развития искусственного интеллекта в правовых рамках, обеспечивающих безопасность и устойчивое развитие человечества. Мы отдаем себе отчет в том, что цифровизация промышленности повлечет за собой высвобождение значительной части рабочей силы. Это сложный, социально значимый вопрос, и пока его решение не найдено. Однако уверен, новые технологии не лишат человечества жизненного пространства, а напротив, откроют новые уникальные возможности. Надеюсь, в рамках форума эта тема получит свое развитие. Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Нет сомнений, в ходе форума будет высказано немало других перспективных идей и конструктивных предложений. Наметятся новые контуры взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан определил тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными в качестве приоритета своего председательства в Союзе. Мы намерены активно продвигать данную повестку, надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами-участницами Союза. Желаю вам плодотворной работы и успехов!